Вот философ Дидро рассказывает свою историю. Почти всю жизнь он провел в нищете, не заботился о материальных благах, но вот получил в подарок красный халат. Красный, атласный, красивый халат. И Дидро им любовался, и вдруг заметил, что у него старый соломенный стул, и он сменил его на красивое кожаное кресло. Вдруг заметил, что у него старый письменный стол, заменил его на большой красивый стол. И Дидро пришлось влезть в долги для этого. Я был абсолютным хозяином своего старого халата, но я стал рабом своего нового. Вот написал Дидро в своем эссе. Вопрос мой, надо прожить жизнь в старом халате, чтобы вот так вот... Ну, в общем, да. Да? Конечно. А что плохого? Прожить всю жизнь так, как есть, и не прилагать силы для внешних вещей. Да? Ну, а зачем тебе ухаживать за ними? Если это дети, если это живые существа, даже там котята, там какие-то зверята, другое дело. А если это мебель или что-то так, ну, это... Ну, человек хочет красиво одеться. Ну, это в его природе. А вы говорите, спокойно. Если его не воздуждают к этому внешние обстоятельства, то своим внутренним обстоятельством он может продолжать жить, как и жил. В халате? В старом халате? Конечно, конечно. Ну, вообще, тогда никакого не существует, знаете... Прогресса. Да, да, да. Ну, так не будет прогресса в таком виде. Ну, вы сейчас несколько против природы идете, потому что, на самом деле, человек... Вот посмотрите, все вокруг построено на то, чтобы, ну, купить дом, красиво одеться, мода, и все, все сегодня... Все необходимое для того, чтобы жить удобно для своей цели. Чтобы ты не был рабом вещей, рабом времени. Рабом окружения. Конечно. Вот и все. А все остальное свободное свое время посвящал себе, любимому. То есть вы говорите, так надо жить, да? Да. Почему я должен работать все, как ты говоришь? Работать на халат, работать на стол, работать еще на что-то. А вы говорите, не надо тратить жизнь, оставайся в старом халате. Конечно. И занимайся собой. Да. Момент, занимайся собой. Что вы имеете в виду, когда говорите, занимайся собой? То, что тебе хочется, делай. То, что ты считаешь важным. Ты считаешь важным. А не окружение. Значит, ваш совет остановиться. Остановиться, да? Даже не входить в это. Не то, что остановиться. Не входить, не залезать в это. Как бы меня внутренне не крутило и не вертело, да? Это должно быть целью такого низкого развития человека, животного развития человека, чтобы он не уходил ни в какие другие цели, ни в них и так далее. Живи для себя. Хотя это эгоистически кажется. Вы сейчас сказали очень эгоистическую формулу. Живи для себя, а не для других. Выбери цель. Да. И живи для нее. Человек должен проверить свой путь и так его направить, оформить, чтобы при этом не вредить никому и в том числе своей собственной жизни. Ну, это все.